В Угличе начался ремонт дорог. Первой стали приводить в порядок улицу Ростовскую. Участок от магазина «Маяк» до улицы «Вокзальной» – сплошной кошмар. Если зимой здесь еще можно было ездить, то сейчас с большим трудом и скоростью не более 5 км в час. Вся надежда на ямочный ремонт. Занятия сейчас проходят по литому асфальту на Ростовском шоссе. Связано с тем, что здесь основная аварийность, которая есть в городе, где происходит, по данным ГИБДД, наибольшая аварийная ситуация. Три машины мы заказали, вернее администрация приобрела три машины литого асфальта с Ростова. Вот в данном случае наши специалисты это делают. Что это за состав? Это тоже битум, с этим перемешана специальная смесь, разогретая до большого. Там 200 градусов или 180. Вот они из Ростова нам горячий привозят. Ближе нет. Общая протяженность городских дорог 98 км, половина из них с асфальтовым покрытием. Большая часть требует срочного ремонта. Содержание и ремонт финансируются из бюджета Ярославской области и городского поселения Углич. Поскольку все областные деньги, которые в этом году уделяются, они находятся сейчас или на госэкспертизе и ресторговке, я уже говорила, что 30-миллионная субсидия, которая планировалась на Левый берег, это прежде всего будет сделано и сейчас находится на процедурах закупок. Это шлюз, там стратегический объект, там очень сложная ситуация. И Левый берег мы планируем сделать на эти 30 миллионов рублей. Остальная субсидия, это 12-миллионная, которая идет на содержание и на ремонт дорог в городе, она крайне незначительная, потому что нам на содержание надо только практически 20 миллионов рублей. Я уже говорила, только на покупку пучано-соляной смеси у нас уходит 4 миллиона рублей. То есть оставшиеся 6 миллионов, например, на ремонт дорог, это крайне мало. Ремонт дороги Левого берега, вообще, если сделать Левый берег, начиная от шлюза до выезда с города, это практически 100 миллионов. Это 100 миллионов вот эта дорога стоит. Поэтому, представляете, какая стоимость. Ориентировочно километра дороги стоит около 10 миллионов рублей. В целях экономии на базе муниципального учреждения, службы городского хозяйства, создана своя дорожная бригада, приобретена необходимая техника и частично начат ямочный ремонт. Получается, не хуже, чем у сторонних организаций, а главное – дешевле. У нас есть отдельные специалисты, которые занимаются безопасностью дорог. У нас их немного, конечно, всего 3 человека, но в сезон мы еще добавляем людей, когда на асфальт для усиления еще дополнительных берем работников. Работники у нас еще не так обучены сильно, вот на ходу обучаемся, что вроде сейчас хорошо получается. Мы учимся, мы уже попытались в этом году покупать холодный асфальт и заделывали ямы отдельно стоящие. Практически уже месяц прошел, мы видим, что ямы стоят. То есть, как скорая помощь, это хорошее подспорье. Вот сейчас вы видите, машина пришла, это уже третья машина на этой неделе. Буквально мы делаем въезд в наш город, это Ростовская улица. Здесь очень сложная дорога и хотя бы ямочный ремонт мы должны создать условия для проезда машин. В планах на этот год провести ямочный ремонт на улицах 9 января, Никонова, Победы, Зины Золотова и Октябрьское, Рыбинское шоссе, Часовая, Островского, Старостина, Вокзальная, Луначарского, Северная, Ростовская. Кроме ямочного ремонта будут сделаны так называемые дорожные карты. Эта эффективная технология предполагает замену верхнего покрытия на участках площадью до 25 квадратных метров. Прочность дорожного полотна при этом повышается. В этом году такой ремонт будет вестись на самых проблемных участках улиц Нариманово и Зины Золотовой, на Рыбинском и Ростовском шоссе. Буквально на следующей неделе обещают, что будут начинать запускать асфальтовые заводы. И у нас уже расторгована, сейчас третья расторговка идет ямочного ремонта. И тогда уже выходят подрядчики, которые будут делать в рамках выполнения своих обязательств ямочный ремонт по городу. По словам главы города, через пару недель займутся частным сектором. В планах провести грейдирование по всем грунтовым дорогам. Но многое будет зависеть от жителей. Специальная комиссия проинспектирует частный сектор и определит очередность подсыпки. Огромное количество заявок от жителей, что совершенно не проехать не будет. Сейчас чуть-чуть подсохнет, и мы уже попробуем. Встречались уже и с жителями, и сейчас намечается объезд с депутатами. Мы расставим переочередную перечень дорог, которые необходимо отгрейдировать с добавлением щебня.